В Украине новое правительство. Верховная Рада в четверг поддержала заявление Арсения Яценюка об отставке и сразу же проголосовала за новый Кабмин Владимира Гройсмана. В нем на сегодняшний день 23 фамилии. Кресло министра здравоохранения пока вакантно. Ну и в отличие от Кабмина Яценюка, у Гройсмана в два раза больше вице-премьеров. Шесть. Среди новичков Степан Кубев. Он займется экономическим развитием и торговлей. Ивана Климпуш-Сенсадзе, которая будет курировать евроинтеграцию. И Владимир Кистион. Кроме того, появилось министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Новичков в правительстве добрая половина. Остальные работали либо в первом, либо во втором Кабминете Яценюка. Как страна выходила из политического кризиса, расскажет Наталья Кравченко. Конфликт в этом треугольнике. Администрация президента, кабинет министров Верховная Рада публичным стал еще осенью прошлого года. Зимой стороны окончательно перешли в атаку. Уряд втратил поддержку с боку коалиции. Бажание изменить одну особу заслепило политиков. Весной все обострилось, стороны стали ожесточенно торговаться. Кто и на каких условиях уйдет из власти и зайдет в нее. Примерно раз в три дня в СМИ появлялась очередная схема рассадки нужных людей в новом правительстве. Пресс-служба уже бывшего премьера посчитала. Яценюк держал оборону 777 дней. И ушел по собственному, а не в отставку, добившись от парламента отмены постановления о неудовлетворительной работе своего кабмина. Вот это голосование пакетом за исправление оценки, увольнение старого и назначение нового премьера испортило триумф Владимиру Гройсману. Недовольство высказали не только оппозиционный блок, но и бывшие попутчики. Батькивщина, радикальная партия и самопомощь. А также часть БПП, несогласная с генеральной линией партии. Поддержку пришлось искать у двух депутатских групп. Ведро Джиняк, которую связывают с Игорем Коломойским, и Воли народа, где главный по связям с Банковой Олесь Довгий, правая рука бывшего киевского мэра Черновецкого. В итоге за пакет насобирали 257 голосов. Аплодисменты одних смешались с недовольными криками других. Гройсман тоже перешел на крик и угрозы. А вот те, что вы тут болтаете, это гоньба. Слава Украине! Я вам покажу, что такое управление державшей. Гройсман еще ничего не успел показать, а проблемы уже начались. Парламент трижды проваливал программу деятельности нового правительства. Похоже, что достигнутые договоренности при голосовании за назначение не распространяются на голосование за все остальное. У правительства нет стабильного большинства в этом парламенте. По любому закону, даже правильному, самому качественному закону, им придется добирать голоса в лоббистский групп, что будет искажать сами законы и будет просто их извращать. Стало быть, надеяться на то, что на выходе мы получим механизм реформ. Но правительство, коалиция, большинство и качественный закон как результат этого не будет, к сожалению. Запад, любимцем которого долгое время был Яценюк, с новым премьером работать готов. Но при условии, что к админ Гройсмана программу МВФ тоже выполнять будет. По одной из версий, именно эта необходимость сотрудничества с валютным фондом с обязательным выполнением условий партнеров отворотила от премьерского кресла ни одного потенциального кандидата. Для правительства США реформы, предусмотренные соглашением с МВФ, самые важные. Они известны и включают политически сложный вопрос поднятия тарифов на газ, также существенную борьбу с коррупцией. Мы увидели существенный прогресс на газовом рынке, в банковском секторе, но никакого прогресса в генпрокуратуре и судах. Должность генпрокурора в результате долгих и упорных боев за портфели осталась вакантной. Тут слово за президентом. Реальных кандидатов сейчас вроде бы четыре. Кого Порошенко предложит утверждать парламенту, пока загадка. Выбор непростой, не только потому, что именно к ГПУ приковано внимание американцев и гражданских активистов. Генпрокурор для всех украинских президентов еще и главный хранитель их тайн. Кроме Минздрава, все министерства теперь при начальниках. В новом Кабмине вместо двух сразу шесть вице-премьеров. Подконтрольным министром мало не покажется. Их теперь тоже на одного больше. Временно оккупированными территориями и переселенцами заниматься будет адвокат из Кировограда Вадим Черныш. Опекуном-вице-премьером назначен бывший заместитель мэра в Виннице Владимир Кистион. Вообще с Гройсманом связывают троих кабминовских новичков. Кроме Кистиона, другом премьера считают Александр Саенко. Он теперь министр кабинета министров, на котором визирование всех правительственных документов. Минсоцполитики отдана Андрею Реве, еще одному заместителю бывшего винницкого мэра. В самой Виннице земляков, переехавших в столицу, считают перспективными кадрами. И Рева, и Кистион, они работали около 10 лет замами у Владимира Гройсмана. Здесь люди приходили под ворсовет, к ним выходил Рева, они садились за круглый стол и говорили о каких-то компромиссах. Я уверен, что именно Рева и Кистион, это будут и не политические лица, не вывески для работы, а те люди, которые будут генерировать какие-то идеи и давать. Но в основном новый кабмин – это старые соратники президента и бывшего премьера. Некоторые пошли на повышение, например, Вячеслав Кириленко и Павел Розенко уже вице-премьеры. В своих креслах удержались министры обороны и иностранных дел Степан Полторак и Павел Клинкин. Внутренних дел и юстиции Арсен Аваков и Павел Петренко. Спорта и информполитики Игорь Жданов и Юрий Стэц. Жданов, кстати, попавший в прошлый кабмин по квоте Батьковщины, на этот раз перестраховался и за пару дней до голосования вступил в Народный фронт. Кадровые рокировки от досрочных выборов пока спасли. Зато уже есть широкая оппозиция. Ее парламентские острословы уже окрестили «широпой». В ней, кроме оппозиционного блока, три бывшие фракции коалиции. Они пока в единое целое не оформились, но и по отдельности способны на политические фейерверки. Критики станет больше. Причем критики и президента, и правительства. Это создает новую атмосферу. Судя по реакции всех оппозиций, которых сейчас стало много, и сам парламент стал оппозиционным таким, никто не собирается ворачивать деятельность по подготовке к досрочным парламентским выборам. И если вопрос досрочных выборов с повестки дня не снят, то сильный конкурент в лице нового премьера вряд ли устроит тех, кто так хотел поменять Яценюка. И тогда получается, что успех кабинета Гройсмана будет означать и успех президентской команды. А провал, скорее всего, станет личной проблемой Владимира Борисовича. Наталья Кравченко, Алексей Керман, Игорь Епифанов. События недели.